Я очень рад, что вас заинтересовали вопросы. Я думаю, что эти вопросы серьезные. Без понимания того, как нам спастись от греха, мы просто не спасемся. А если мы не спасемся, то вообще какой смысл имеет то, что мы делаем? Поэтому я хочу напомнить вам нашу последовательность размышлений. Да, мы говорили, во-первых, вчера еще вечером о том, что прощение – это только начало. Но если мы заботимся только о прощении и никак не меняемся, то мы сплачем и слезами перешагнем край пропасти. Потому что покаяние – это поворот на 180 градусов. А для того, чтобы повернуть на 180 градусов, нам голгофы недостаточно. Нам нужен первосвященник, который в небесном святилище заберет у нас то, что порождает в нас желание грешить. И это процесс. Этот процесс длится всю нашу жизнь. Потому в пятницу мы говорили о том, что кровь Иисуса Христа очищает процесс. Потому что не существует никого, кого бы кровь Иисуса Христа уже очистила бы. Но главное, чтобы очищала. И это самое главное. Главное, чтобы процесс нашего освящения, как об этом первое послание Фессалоникийцам говорит, чтобы он продолжался непрерывно. С другой стороны, мы говорили о том, что жертва за грех, она предусмотрена для того, чтобы решать проблемы нашего освящения. Чтобы мы, находясь в завете, завет заключен через помилование, которое мы получаем, которое грешник получал, по согласно Тору, принеся жертву в священие. В Новом Завете жертва всесожжения – это наше заключение завета с Богом через водное крещение. И вот, когда мы находимся в этом завете, нам предусмотрен процесс освящения, жертва за грех. И это тот же самый процесс, который имеет место в супружеских взаимоотношениях. Когда супруги учатся друг друга прощать, учатся друг другу не делать больно, если хотят, чтобы брак сохранился. Но мы читаем послание к евреям, 10 глава, 26 текст. Есть предел всему. И вот читаем 10, 26 послание к евреям. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Что это значит? Понимая, что такое жертва за грех, да? Мы изучили, согласно 4 главе Левида. Этот текст нам фактически говорит о том, что если мы произвольно грешим, то принесение жертвы за грех нашу проблему не решит. Понимаете? То есть, об этом и речь идет. То есть, вопрос, что такое произвольно, очень плохое, неудачно подобранное слово, скажу вам прямо. У меня здесь греческий открыт. Экусиос. Эйкон. Греческое слово означает не произвольный, а добровольный. У кого-нибудь есть перевод арбового? Нету с собой. Посмотрите, есть ли там это, так ли. Потому что произвольно, она, знаете, самопроизвольно может сорваться с языка что-то. А здесь именно речь идет добровольно. То есть, мы по своей собственной воле. То есть, знаешь, что это грех. Мы по своей собственной воле идем на грех. Это не что иное, как разрыв завета с Богом. Вот и все. То есть, если мы-то идем на сознательно, нарушая заповедь, потому что мы этого хотим, наш завет с Богом аннулируется. Вот об этом пишет нам послание к евреям. Потому что уже теми методами, которыми мы решаем вопросы внутри семьи, это не решить, потому что семьи нет. Ну на что это может быть похоже? А вот на что я вам говорил. Муж сидит, не помогает, компьютерные игры играет. Жена плачет. Эту проблему я уверен, что можно решить. Уверен. Муж невнимательный. Там жена занята чем-то, не обращает внимания. Все можно решить. Можно, можно, можно. Но с другой стороны, приходит муж и застает в своей постели жену с другим человеком. Понимаете разницу? Это уже семьи. Я не говорю, что надо сразу бежать и оформлять развод. Но факт есть факт. Если что-то такое, такого масштаба в семье выплывает, то семьи нет. Вот это то же самое, что произвольно грешит. Если добро человек сознательно и добровольно по собственной воле идет на нарушение заповеди и знает, что она-то нарушает, то в этой ситуации никаких отношений с Богом, отношений завета уже не существует. Прочитаю вам текст. Один из примеров. Откроем лид. 23 глава. И тридцатый текст. Речь идет о емке пуре. Дне очищения. И в тридцатом стихе написано. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в сей день, я истреблю душу ту из народа ее. У меня нет возможности исследовать вот это выражение, которое часто встречается в Торе, особенно в законах Левит, книге Левит, где истребится душа. Но речь идет о том, истребиться из народа это значит, что даже если ты родился евреем, и твой пап, и твой прадедушка был Моисей. Но если ты вздумаешь в емке пур идти работать, то хоть твой прадедушка Моисей был, ты не часть народа израильского. Ты из завета выпал. Понимаете? Вот это истреблю из народа. Ну, есть еще по хлеще вещи примеры. Откроем Второзаконие 22.22. Если найден будет кто, лежащий с женой и замужней, то должно предать смерти обоих. И мужчину лежащего с женщиной и женщину так истреби зло из Израиля. Это вообще уже уголовное подсудное дело. то есть интересно здесь видеть, да? Говоря о произвольных грехах, да? Ну, и добровольных. Мы начинали говорить о грехе по ошибке. Вот вам примеры греха не по ошибке. Как можно по незнанию или по ошибке нарушить седьмую заповедь? Понимаете? Есть вещи, которые по ошибке невозможно квалифицировать, как грех по ошибке. Вопрос заключается вот в чем. Что с этим можно теперь сделать? Есть ли прощение этому греху? Вот это вопрос, который уже следует задавать. Потому что мы говорили, прощение это не забывание. Прощение это помилование. Можно ли помиловать израильтянина, который знает седьмую заповедь, а еще и нарушает ее? Ну, давайте вдумаемся в ситуацию. Уже часто задается вопрос, а почему эта заповедь? Почему не что-то другое? Ну, кстати говоря, если вы посмотрите, сознательное нарушение многих из десяти заповедей это уголовное преступление. Например, тоже второзаконие. «Если какой-то пророк будет призывать поклоняться воинству небесному, второзаконие, второзаконие 17-3, если найдется среди жилищ, среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которое Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Господа Бога твоего, приступив заветлива, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, что ты хорошо разыщи, если это точная правда, и сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Понять? Опять же, можно ли случайно поклоняться воинству небесам? Так. То есть, это однозначно, то есть, поэтому исследуем, исследуем, мало ли чего. Если исследовано, и так и найдено, что это сознательная вещь, то побивай камнями. Вот вам нарушение первой, второй заповеди. Что за нарушение третьей заповеди? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. в книге Левит. Сын Египтянки хулил имя Господне, да? Левит 24 11. Хулил сын, извините, израильтянки. Сыгулил сын израильтянки и злословил имя Господне. Видите? Обратите внимание, кто делает? Сын израильтянки. Привели его к Моисею. Дальше говорится, кто его мать? Из какого плена? Посадили его под стражей, сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову, и все общество побьет его камнями. И дальше очень важно. И дальше очень важно. Читаем. И сынам израилевым Бог говорит, скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Что значит понесет грех свой? А это как раз и объясняет, почему если сознательно совершается грех, почему нет жертвы. Что такое жертва за грех? Когда мы передаем грех на кого? На священника. Вы понимаете? То есть грех, который совершен по незнанию, по искушению, по ошибке, разные бывают ситуации, мы можем возложить на священника. А вот такое написано «Сам понесешь грех». А что значит «сам понесешь грех»? Когда человек сам несет грех, что это значит? Он несет ответственность за свой грех. Вот что это значит. Понимаете? Вот она разница. Грех может нести за нас Иисус. Иисус берет ответственность за наши грехи. Он умер на колгофе. И поэтому несет. Мы говорили, Бог возложил на него все грехи. Понятно, что когда я говорю о мешках, о грузе, это все образно. Речь идет об ответственности. То есть когда мы грешим по ошибке, совершая ошибку, когда мы падаем, потому что мы слабые и немощные. тогда надо было, помните, кровью Агнца помазать что? Рога жертвенника. Соответственно, таким образом мы просили защиту и Иисус взял ответственность. А здесь, пожалуйста, бери ответственность на себя. и поэтому побивали камня. Видите, я вам перечислю. Первая, вторая заповедь, смертная казнь, третья заповедь, пример, хуление имени Господнего, да? Смертная казнь, четвертая заповедь, знаете, история? Кто в субботу собирал там скорость, смертная казнь, пятая заповедь. Знаете? Читаем, читаем, второзаконие, закон о буйном сыне, таразаконие двадцать один, если у кого будет сын буйный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец и мать его пусть возьмут его, приведут к старейшим города и к воротам своего места пребывания, и к старейшим вам города скажут, сей сын наш буйный, непокорый, не слушает наших слов, мод и пьяница, тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти. То есть вот вам пятая заповедь, шестая заповедь, здесь исключение, здесь исключение, если кто украл овцу, исход двадцать третий вот три овцы отдай, если кто украл вола, пять волов отдай, то есть за воровство платишь в трехкратном, пятикратном размере, хорошо, а что если не можешь заплатить, что будет? Тебя в рабство продают, в рабство пойдешь, на сколько? На шесть лет, на седьмой выходишь. Естественно, кто-то выкупил тебя восстановил, да? То есть кража это понятно, что украсть по ошибке невозможно. И я вам скажу, почему, обратите внимание, можно, конечно, что-то сделать, взять и отдать, но смотрите, я вам формулировку покажу. Смотрите, исход 23 глава, 22, извините, кто украдет вола или овцу и заколит или продаст, что пять волов запратит или и дальше смотрите, как сказано, 4 текст, если украденное найдется у него в руках живым, вола или овца, пусть заплатит вдвое. Дальше тут написано, если нечем, то продадут его, да? То есть явно речь не идет о том, что взял случайно, потому что тогда сам и вернешь. Если уже у тебя нашли, плати или продавайся. Понимаете? О седьмой заповеди мы говорили, вернее, о шестой заповеди у нас отдельный будет разговор. Седьмой заповеди говорили, восьмая заповедь мы сказали не кради, девятая. что за лжесвидетельство? Открываем второзаконие девятнадцатую главу. Читаем. Шестнадцатый текст. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба перед Господом, перед священником, перед судей, которые будут сидеть, не судей должно хорошо исследовать. Если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, да не пощадить его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, руку за руку». Кстати говоря, у нас око за око дважды встречается в контексте, трижды вернее, в контексте Тора, вот один из контекста. То есть это уголовное наказание за лжесвидетельство. То есть если свидетель заявляет, то есть это не значит, что у свидетеля там руку отрезают, но если свидетель заявляет, допустим, свидетель Иванов заявляет, что Петров украл у Сидорова овцу и продал ее. И пришли по свидетельству Иванова, Петрова требуют три овцы. Когда выяснят, что Петров свидетель ложный, то тогда Петров должен платить три овцы. Понятно? А если Петров обвиняет Иванова в том, что поклоняется идолам и гадает на астрологии и выяснится, что Петров свидетель ложный, что Петрову должно? Побиение камнями. Потому что если бы не выяснилось, что Петров лжесвидетель, тогда быть бедного ни в чем не повинного, Иванова побили бы камнями. Сейчас еще узнаете, кто бы побивал камнями. Иванов бы и побивал. Понимаете? То есть лжесвидетельство это серьезное и искажите пожалуйста. Как лжесвидетельство можно по ошибке? Вы понимаете, что мы с вами обнаружили? Восемь из десяти заповедей квалифицируются как нарушение квалифицируются в контексте израильской юридической системы как серьезнейшее уголовное преступление. Девять, если говорить. Восьмая заповедь тоже уголовная, просто не заканчивается смертью. Это уголовная вещь. Вы понимаете? Жертвой за грех здесь вопрос не решишь. Преднамеренно совершенное зло невозможно решить жертвой за грех, на священника это перекинуть невозможно. Сам человек отвечает за свои поступки. Понимаете? А Павел это нам подтверждает. Поэтому извините, когда говорят там был закон, а здесь благодать нет. Если человек написано совершил грех, зная, что это грех, никакой жертвы за грех здесь не предусмотрено. И остается вопрос. А сможет ли этот человек спастись? Ну, давайте думать. Давайте рассуждать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо изучить, а как собственно в Израиле приводились смертные приговоры в исполнении. Первое, что я вам хочу подчеркнуть, вернемся в Второзаконие 22.22. Седьмая заповедь. Обратите внимание в формулировке. Не всякое нарушение седьмой заповеди ведет за собой уголовное преследование. Не всякое. Есть случаи, например, это часть моей докторской диссертации, в Таразаконе 24 глава с 1 по 4 стих, где то, что по-русски неправильно переведено, найдено в ней что-то противное, надо переводить как найдено что-то распутное. И в Талмуде написано, при каких случаях мог, муж мог выписать разводное письмо. Ну, там, конечно, эти самые очень такие выражения резкие, типа, говорят, написано так, если она бегает по базару с распущенными волосами и голыми плечами и заходит в баню к мужчинам. То есть за это муж ей выписывает разводное письмо согласно Мишне и Талмуду, она не имеет права теперь как это на родительские права для детей и не имеет права на имущество. Если вдруг, почему, в еврейском законодательстве четко прописано, если муж решает разводиться, женой он должен платить. Причем сумма заранее оговорена в договоре между будущим зятем и кестем. Сколько он заплатит, если захочет развестись. Вот. Но если найдено распутное поведение, хотя он не застал в постели и так далее, и так далее, но есть, и это можно подтвердить, да, или может быть она сама ему призналась, что она с кем-то, то он выписывает разводное письмо иди. Можешь, кстати, выйти замуж за другого мужа, но только если он тебе выпишет разводное письмо, обратно не просись, потому что это нельзя. Это разыгоние 24. То есть это не смертная казнь. Это еще, хоть это и речь о седьмой заповеди, но еще не побиение камнями. А где побиение камнями? Смотрите формулировку. Если кто был найден лежащей женой замуж что значит найдем? Это не метафора. Вернемся в Второзаконие 19 глава. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине или в каком-нибудь преступлении или в каком-нибудь грехе о котором он согрешит. При словах двух свидетелей или трех свидетелей состоится дело. Понимаете? То есть когда говорится найден лежащий женой замужней это значит что те нашли на горячем два независимых свидетеля а то и три. Вы понимаете почему я говорю о прелюбодеянии потому что прелюбодеяние это то что люди пытаются скрыть. Правильно? Ну я больше скажу. Интим это то что в общем-то люди как-то пытаются не показывать а здесь и два свидетеля взяли и нашли. Вы понимаете какое это бесстыдство? Это уже переходит вы понимаете почему за это смертная казнь? Потому что как такое можно вообще попустить это беззаконие? Как можно попустить открытое долопоклонство? Как можно подпустить открытое лжесвидетельство? Вы понимаете почему написано истреби зло? Можно говорить да какой бог немилосердный и так далее извините. Вы понимаете проблема христианства зачастую то что милость противопоставляется справедливости. А милость и справедливость это та же любовь Божья. Справедливо ли чтобы наши дети видели кто тут занимается бесстыдством? И учились да? Это милостиво? Это справедливо? Понимаете когда Господь вводит законы за которые предусмотрена смертная казнь Он это вводит исключительно тогда когда это угрожает спасению остального Израиля. Вот почему побили камнями хулящего имя Господа сына израильтянки. Вот почему Моисей приказал побить камнями собиравшего перед всем станом хора субботу. Понимаете это нарочитые вещи. Вот почему они называются грехом высоко поднятой руки. Это не впадение в искушение. Это нарочитые вещи. когда мы показываем свое полное пренебрежение Богом и показываем пример другим, что и другие могут тоже делать. Понимаете? О каком нахождении в завете с Богом можно говорить? О каком? Как этот сын израильтянки, который хулил имя Божье, может называться вообще израильтянином? Вот почему жертва за грех, я повторял утром, еще раз повторю, предусмотрена для тех, кто имеет посвящение перед Богом, кто имеет вот этот коммитмент, это лучше сказать коммитмент, нету хорошего слова. Диалог может. А? Диалог может. Не, не диалог, нет, коммитмент это вот, ну, не посвящение, а вот именно как это? Предан. 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 Вот. Тот, кто предан Богу. А вот такие вещи, вот такие вещи, они являются свидетелем отсутствия всякой верности и преданности. Понимаете, мы падаем, мы грешны. в семье падаем, мы слышим грехи, но мы хотим, но если мы хотим сохранить семью, то мы хотим сохранить семью, и мы будем что-то делать. Но есть вещи, которые человек делает, которые явно демонстрируют, что он не желает сохранить семью. Понимаете? То же самое в отношении с Богом. Вот эти перечисленные примеры, они прежде всего демонстрируют то, что человеку наплевать на отношения с Богом. Их там нет. и поэтому у Бога не остается никакого больше другого варианта, кроме как заповедать, повелеть израильскому суду побить его камня. Потому что человек еще и социально опасен. Заражая детей своим примером. Хорошо. что делать? Может ли такой человек спастись? Может. Велика милость Божья. Почему я и говорил о том, что завет можно заключить и возможно перезаключить? Как? Я вам прочитал, что написано по словам двух или трех свидетелей состоится дело. То есть вот эти вот преступления предаются суду только по показанию двух-трех свидетелей. Давайте посмотрим, что суд с этими людьми будет делать. Как эти люди будут побиваться камнями. Это законие 17-го. Шестой текст. По словам двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Седьмой стих. Рука свидетелей должна быть на нем прежде, чтобы убить его. Вы понимаете? То есть свидетели, которые приводят преступника, то есть вот этот грешник, он даже не называется грешником в Торе. Он уже классифицируется как преступник. Поэтому в понимаете, в Новом Совете разные языки. Понимаете? У нас было ко мне подходили по переводам. Понимаете? Перевод это всегда определенный челлендж, проблема. Потому что вы уже пожили в Америке что-то в английском. Понимаете? Понимаете, что слово пословно невозможно перевести. Понимаете? Невозможно перевести пословно. Где-то будет что-то надо понимать хорошо. Почему? Потому что не все слова, вот допустим даже слово commitment я пытаюсь выразить. Ну не очень хорошо. Видите, нехорошо. Вот те, кто знают английский, очень хорошо понимают commitment. А в русском подобрать правильное слово трудно. Вот греческий язык, да? В греческом языке слово грех хамартия. А в еврейском языке в ветхом языке есть четыре термина, которые переводятся на греческий как хамартия. Вот я вам привожу пример. Хатат это грех по ошибке. А вот это о чем мы говорим с вами это пеша, это преступление. Понимаете? Преступление. А когда говорится о преступлении, то преступника приводят на суд. То есть он будет побит камнями. Есть ли выход? Есть выход. Есть выход. грешник. Возможно. И вот это вот зная это мы можем увидеть с вами насколько велика милость и благодать Божья в ветхом совете. Благодать Божья она неизменна. Возможно и здесь. Для того чтобы грешник не оказался преступником. Уже если он уже приведен на суд, он уже преступник. Если уже краденое найдено в его руках, он уже преступник. Смотрите. Я вернусь в 17.6. Послан двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Дальше фразу, которую я пропустил. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Понимаете какая здесь открыта лазейка? Лазейка это плохое слово. Это выход из положения. Оказывается у человека идуть совершающую уже совершающую сознательный грех есть выход. Он должен засвидетельствовать против себя. до того как его нашли два свидетеля. Если он засвидетельствует за себя его не должно предавать смерти. Вопрос как человек мог засвидетельствовать за себя? очень просто. Есть один текст. Мы уже подобный текст видели. Секрет врага и жертвенника. Вы помните что Адония сделал? Он схватился за рога жертвенника ища защиту. Откроем исход двадцать первая глава. Двенадцатый текст. Это четырнадцатый текст. Если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Я сказал вам, что шестой заповедь мы будем разбирать. Вот вам шестая заповедь. Но прежде чем разобрать шестую заповедь, я хочу посмотреть второе предложение этого стиха. То и от жертвенника моего бери на смерть. Что это означает? Это означает, что во всех остальных случаях, если это не преднамеренное убийство, если взялся за жертвенник, не пойдешь на смерть. Вот так человек может спастись. здесь здесь он спасает себя. Никакой священник ему не поможет. Он снесет на себе грех ответственный. Он должен взять на себя ответственный. Он должен вы, если да, завел любовь умереться. Но понимает, что это катастрофа. Хочет вернуться в семью. Пока это тайна, пока не раскрыто, он должен побежать в храм, схватиться за жертвенник и схватившись за жертвенник, признаться в том, что он злил, и тогда не умрет. А что дальше ему делать? А начинать все по-новому. Потому что в тот момент, когда он завел себе любовницу, он уже не израильтян. Исключили, не исключили, все же бумажка. В глазах Божьих у него нет взаимоотношения с Богом. У него взаимоотношения с любовницей. Если он решит хвататься за жертвенник, просить защиты, значит, он должен искать опять в заветах с Богом. Что он должен сделать? Какую жертву он должен будет, после этого схватившись и признавшись во все услышание сделать? Как вы думаете? Какую жертву из четырех, которые мы говорили? всесожжение, всесожжение, потому что у него нет завета, он должен заключить завет, а в новый завет как это переворач переходит? крещение, крещение, но только с признанием и покаянием. И я это говорю специально, потому что у нас есть, я видел умников у нас, в одном месте исключили, евангельская компания, раз и принял грехи, и все хорошо. Вы понимаете, почему вечеря не поможет? Собрать не обманывайтесь. Рассказ о том, что во время вечери вам прощаются грехи, это католицизм. Почему я вам скажу? Потому что в католицизме нет вечерей, там месса. Или причастие. Почему я ни в коем случае, я это говорю всем, чтобы те, кто слушает нас, особенно из России, знали, никогда и ни в коем случае не называйте вечерю причастием. Нигде это в Библии нет. Причастие это термин используемый православным богословием. Не придумывайте, что причастие это иметь часть и так далее. Это уже сформировавшийся технический термин, этимология которого никого не интересует. Причастие это жертвоприношение, точно такое же, как месса в католицизме. и естественно, если это жертвоприношение, священник подал ложечку, то грехи отпущены. Поэтому, естественно, можно делать все, что одно, воровать, убивать, нафиозничать, главное, что на причастие прийти, ложечку с просверкой взять. Извините, не обманывайте себя. Не обманывайте себя. Если вы боретесь с грехами, и я говорю об этом с другой стороны, что есть другая сторона вопроса, когда человека, кающегося грешника в некоторых церквах у нас на родине исключают это бессердечно. Кающегося грешника мало ли что есть. Никотиновая зависимость. То есть человек понимает, но не может бросить, ему надо помочь молитвой, а не исключением. Но с другой стороны, если человек что-то делает, а потом надеется на вечере загладить, или человек сделав что-то, где она пытается пролезть на программе евангельской, принять под шумок крещения и сделать вид, что все хорошо, не обманывайте. Никакая вечера вам здесь не поможет. если вы делаете что-то зная и продолжаете и не желаете бороться и хотите с этим жить, у вас нет завета с Господом. А если вы решите восстановить этот завет, то вы должны признаться до того, как об этом стал расскажет кто-то другой. И тогда церковь должна быть милостью. Церковь должна помочь человеку. Человек может заключить снова не бойтесь, не бойтесь. вот это вот тоже из православия пришло, что только один раз можно принимать крещение православия. Почему? Это их способ кавычках борьбы сектантством. Крещение становится в православии это символ принадлежности. Нет. Библия это не символ принадлежности. Точно так же, как Иоанн Креститель сказал фарисеям и Саддукеям, не говорите, что отец у вас Авра. Точно так же я на основании Библии говорю, не думайте, что у вас нет проблем, если вы в детстве приняли крещение. Точно так же, как рождение в энном поколении от Авраама не решает проблему спасения для евреев, точно так же тот факт, что вас в трехдневном возрасте ваши родители опустили в купель, не решает проблему вашего спасения. поэтому надо заключить завет. Да, когда супруги расходятся, у них есть шанс снова сойдясь. Конечно, если кто-то из супругов уже вступил в повторный брак, Дорозаконие 24 глава говорит все. Последствия необратимые. Это из другого вопроса грех к смерти, грех к несмерти. Но это сейчас нет времени обсуждать. Но если брак распался и повторный брак не заключен, есть возможность вернуться семье. Если завет с Богом распался, но человек еще жив, есть возможность восстановить взаимоотношения через покаяние и повторное крещение. Другого пути нет. И не надо рассматривать это как позор. Потому что истинное и искреннее покаяние это победа. И церковь должна приветствовать людей, которые имеют мужество выйти и сознать и просить прощения. Это должно поощряться и поддерживаться. Потому что наша задача здесь не показывать свою праведность, а помогать друг другу бороться с грехом. есть вопрос. А что делать с тем, кто совершил преднамеренное убийство? написано, тот, кто коварно убил, того и от жертвенника забирать. Есть ли у него выход? Есть. Мы читали с вами выражение «Хулитель имени Господа несет на себе грех». Ну, здесь понятно, что хулитель имени Господа не может схватиться за жертвенник, потому что как только он начинает это делать, тут много свидетель. Он не может обругать Бога, а потом на ноги и бежать. Это не получится. Понимаете? Тонкая грань Торе есть. Вот часто мы «Ой, законники, юридически нельзя подходить». Если мы понимаем вот эту юриспруденцию, мы понимаем, как нам спасаться. потому что юриспруденция Торы нам дает очень четкую тонкую грань между грешником и преступником. Понимаете эту грань? Пока даже если преднамеренный грех ты совершаешь и ты имеешь возможность покаяться, пока тебя не нашли. Пока тебя не нашли, ты еще грешник. Грешники спасаются. Как только тебя раскрыли, ты уже не грешник. Ты уже преступник. А преступников повевает камнями. Понимаете? Но написано «Понесет на себе грех». То, что я сейчас скажу, это основано на Новом Завете, но удивительно, что и в Талмуде есть подтверждение. Давайте вспомним разговор двух разбойников, висящих по разные стороны креста. сказал тот разбойник, о котором сказано будешь со мною в раю. В ответ, когда другой сказал, ну, если ты сын Божий, то что он сказал? Никакого греха не сказал. О, заметьте, этот преступник не спасся, потому что был близко к Иисусу и на ушко ему шепнул, вспомни. Этот преступник спасся, потому что сказал другому, этот не заслуженно, а мы заслужены. В этом звучат слова покаяния. Мог ли Иисус своей Божественной силой, ну, себя не надо спасать, понятно, что он жертва, почему, ну, вернее, зададим вопрос так, мог ли Иисус уже на кресте своей Божественной силой спасти жизнь вот тому, кто покаялся? Подумайте. Закон юридический приговорил меня. Нет, я вам задаю вопрос, мог ли Иисус, мог ли? Мог. Мог. А почему не сделал? По закону. А потому что, если человек стал преступником, он несет на себе грех. То есть этот, согласно Торе, разбойник, и он понимал, что он несет, умирая на кресте, он несет на себе грех. Вопрос, что дальше с этим ответственностью за свой грех будет? Мы видим, что Иисус сказал, будешь со Мною в район. Я вам скажу, что Талмуд пишет. В Тратате Сангитрин описана процедура смертной казни. Прежде чем преступника, вот это же свидетели побивают камнями, то есть преступника должны столкнуть с горы, помните, мы читали в Евангелии от Луки 4 глава Иисуса, хотели столкнуть с горы? То есть это стандартная процедура. свидетели должны наложить на него руки, наложить понятно, что не погладить, а когда вот так вот руками опереться, с горы, для того, чтобы столкнуть с горы, поэтому рука свидетелей, так, сталкивая с горы, потом они сталкивают на него камни. Прежде чем это произойдет, судья стоящий и наблюдающий за процессом казни говорит преступнику кайся. Если преступник, я цитирую Талмуд, если преступник говорит, да будет моя кровь, платой за мой грех, который я признаю и каюсь, ну, сейчас я переведу правильно с арамейского, я совершив смертельный грех, я беру на себя полную ответственность и несу его. Пусть моя кровь, которую я сейчас пролью, будет возмездием за этот грех. Рамини пишет, если он эти слова сказал, ему будет уготована участь в мире грядущем. Вы понимаете, какой великий Господь, какой милостивый Господь, что даже преступник, понятно, что преступник этому не гарантируется жизнь. он умрет, но если он осознает свой грех, то Господь даст ему вечную жизнь. Даже убийца, кого-то убивший из мести, и то оказывается, пролив собственную кровь за свой грех, может быть спасен. Великий Господь. Но желательно до этого не доводить. Желательно не доводить себя до состояния, когда нам придется каяться уже на смертном подре. Потому что не знаем. Да, на смертном подре покаявшийся человек будет спасен. Знаете, в чем проблема? В возрасте, в котором Господь, мы не знаем, при каких обстоятельствах, мы потеряем нашу жизнь. И будет ли у нас возможность покаяться? Даже если мы в старости будем умирать своей смертью, невозможно гарантировать, что мы будем в состоянии светлого рассудка и памяти, чтобы признать свои грехи. а потому давайте схватимся за грага жертвы. Пока есть возможность. И пока мы еще грешники, а не преступники. грехи. Продолжение следует...